Привет всем! Наконец-то я собралась снять видео по ссылках о том, что я получила, какую пряжу. В общем, я долго-долго держалась, честно говоря. Вот сначала у меня как бы не было такой задачи купить пряжу. Потом смотрю, Ирина себе купила пряжу, заказала для носков, для вязания носков, носочную пряжу. Потом кто-то еще из девочек там купил. Мэри вяжет из секционной, по-моему, такой же артисан. Другие-то она, возможно, вяжет носочки. А я, вот, Ализе Артисан, Супервош, я не вязала из нее. Но я вязала, конечно, и секционной, и много вязала. Но именно из этой пряжи я не вязала. Зашла на Валберис, и там прям вот такими наборчиками по пять штучек можно купить. Однотонную пряжу, вот эту Ализе Артисан. Прямо вообще подобрать, какой хотите. Хотите там однотонную, хотите, можно по пять моточков выбрать какого-то одного цвета. Но я решила всяких разных взять в наборе, чтобы разные были. И один моточек здесь вот однотонный, такой горчичный. Вот, в общем, держалась, держалась и не удержалась. Ну и ладно. Потому что все равно с периодичностью там раз в месяц, раз в полтора месяца я все равно что-то покупаю. Ну и потом, знаете, как-то все равно интересно же повязать из какой-то новой пряжи. Я до этого брала, у меня еще остались, по-моему, моточки Drops Air. Тоже секционная пряжа, но там более короткие такие секции. И я вязала, уже пару носочков связала из этой пряжи. Покажу. Вот такие носочки. Значит, я разбавила вот этот Drops Air, добавила сюда, покажу сейчас, вот этот махерчик. Потому что я не очень люблю такие тоненькие носочки. Поскольку я ношу в основном теплые носки дома, а тонкие носки, ну, куда-то там, в латиночке, на прогулку, я не ношу. Мне жарко, а дома мне нужны более теплые носки. Поэтому я вот в эту Drops Air, она там, по-моему, 420 на 100 грамм. Хотя я брала 50-граммовые моточки. И там, наверное, 210, вот так. Я уже точно не помню, но где-то около этого. У меня получилось из двух 50-граммовых носочков, значит, я связала мужу полноценные носки, а себе я вязала уже из остатков. И уже добавляла сюда в пяточку другой, иначе бы, наверное, мне... Нет, у меня же осталось, я еще куда-то потом добавляла этот кусочек. Вот, в общем, из двух моточков 50-граммовых у меня получилось две пары носков. И что хочу сказать, что по интернету, я когда заказывала, мне показалась очень такая красивая, яркая пряжа, а когда она пришла, она получается такая приглушенная. И если бы я, конечно, вот так вот покупала в магазине, то есть подержала в руках, не знаю, может быть, я выбрала бы какой-то другой тон. Хотя я заказывала тогда, по-моему, три разных тона. Я заказывала секционки вот этой Drops Air. И у меня два еще, четыре матка есть. Вот, а тут, значит, я посмотрела, выбрала вот эти тона, этот наборчик. И, в общем-то, практически точно тон переда. Сейчас я открою, я еще не открывала. Где тут как? Наверное, вот так вот. Вверху. Немножко поближе сделала. Сейчас достанем богатство. Все богатство. Так. Ну, я вот сразу обращаю внимание, что рекомендуют вязать из этой пряжи. Значит, вот стоит тут девочка глазки закрыла. Шапочка, митинки, носочки, кардиганчик, снуд. Вот. Такой кардиган тоже. В общем, вязать можно все. По ощущениям пряжа достаточно мягкая для носочной. Да, вот, мне кажется, Drops, он более такой колючеватый. Так, смотрим, значит, 75 процентов шерсти. Сколько получается? 25 полиакрил. А что тут? Не, это самое не указано. Где тут полиакрил? Ну, понятно, что раз 75 процентов шерсти, значит, остальное какая-то добавочка. В 100 граммах 420 метров здесь. Ну, вот, как я вяжу, я не вяжу очень длинные носки, поэтому я думаю, что у меня из вот этой одной, как это пасмочка, не пасмочка, ну, и клубочком не назовёшь. Такие длинненькие какие-то, интересно смотанные. Я вяжу обычно, беру ниточку из серединки, но тут, мне кажется, градации никакой нет по цвету, они примерно одинаковые. Вот, полосы как-то так ложатся. Значит, по тону сейчас я вам скажу, а где тут артикул, артикул сейчас, найдём артикул. Специальный принт, эффект. Рекомендуется машинная стирка. Так, что тут ещё, что я... Так, колор, вот этот серенький, серый, светло-серый, тёмно-серый и белый. Колор 9, 0, 0, 5. Так, ну, это артикул, это вот, я так понимаю, что ориентироваться надо на вот это. Не артикул здесь, а номер цвета. Колор, номер такой-то. Да, 25% полиамид, 75% шерсть, 25% полиамид. Значит, вот такой серенький, ну, это, скорее всего, мужчинам пойдёт у меня такой тон. Потом, вот такой розовый для девочек. Это я посмотрю, кому. Все-все очень яркие, хорошие, красивые. Вязать можно что угодно. Ну, я, конечно, буду вязать носки. А, может быть, ещё нитинки себе свяжу, не знаю. Вот, вот можно сочетать вот с этим. Вот эту осеннюю гамму. Можно сочетать с этим вот. Какой же тут этот колор? Сейчас скажу. Так, колор. 281, вот, 94, 66, 10. И вот этот. Так, так, так. Колор 90, 0, 6. Вот, 91, 24, 30. Вот, мне кажется, идеально подходит. А ещё у меня есть, я уже показывала, эту пряжу. Я её сейчас использую везде, где у меня, так сказать, проекты с носками. Это турецкий махер. Я почему-то думала, что это 100% махер, но это 35% махера и 65% акрила. Но тут длина 525 метров. И я вот этот махерчик, я его добавляю во все свои носочки, когда вижу. Получается очень тёпленький. И он как-то вот так вот смягчает цвет, если тот такой кричащий. И, конечно, очень тёплые носочки. А здесь вот любую, возьми пасму, ну, кроме вот этой, да, любую пасму, здесь везде присутствует серый цвет, поэтому я могу с лёгкой душой вот сюда добавлять серенький вот этот махер, и будут тёпленькие-тёпленькие носочки. Потому что тонкие носки, вот, ну, куда? Я не знаю. Я не ношу ботинки. Я хлопчатобумажные носки надеваю в сапоги, в ботиночки, ну, в кроссовки я могу, конечно, надеть более тёплые носки. Вот. А в основном я тёплые носки, которые я вяжу, я ношу дома. И они у меня летят. Как-то люди, вот, послушаешь, носят годами. У меня так не получается. Получается, я, видимо, очень активно их ношу, поэтому, поэтому у меня они летят. Вот. В общем, это я буду обязательно, скорее всего, добавлять сюда. Не люблю я тонкие носки. Ради спортивного интереса, может быть, надо связать такие, конечно. Хотя нет. Наверное, нет. Так, что ещё у меня, что я ещё получила? Так, ещё я получила... Так, вот это вот уберу. Значит, несколько вот таких вот бобиков. Это у меня мерино с кашемиром. Вот такая пряжа, она на вид суховатая. Но, когда её стираешь... Я из такой же пряжи вязала себе джемпер Мадам Пампадур. Вот. Я вязала на троечке с половиной три нити. А тут метраж полторы тысячи метра. По-моему, где-то 10% кашемира, остальное меринос. Никаких добавок, никакого полиамида, полиакрила здесь нет. Ну, у меня 4 таких бобинки. На другом этикетке осталось бобики. Вот. Полторы тысячи метров здесь. Вот. И вязала я Мадам Пампадур джемпер в три нити на три с половиной. Можно было вязать, как оказалось, на четвёрке. Теперь я так и буду делать, попросторней, потому что при стирке очень сильно распушается и подсаживается. То есть, полотно надо вязать сантиметров на 10-15 длиннее. Очень хорошо подсаживается, даже несмотря на то, что стирается на руками. А в машинке я не знаю, что это было. Сейчас, конечно, пряжа суховатая, она никакая, но после стирки это вот просто сказочное перевоплощение. Я уже остатки забрала, если бы там было ещё, я бы взяла ещё, наверное, такой пряжи. Название я потом, когда буду вязать, я покажу, потому что я сейчас уже убрала с этим, с артикулом, со всем добром. В общем, итальянский бобик, кашемир с невиносом. И, короче, я не удержалась. Ещё взяла вот такой кидмохерчик. Тут 900 метров 100 грамм. Да. Цвет камеллу или артикул камеллу. Вот здесь получается такая, я тут не удержалась, связала малюсенький такой фрагментик на четвёрке. И, наверное, на четвёрке я и буду вязать. Вязала две ниточки. И больше, наверное, не надо. Будет лёгонькая, тёпленькая такая кофточка. А здесь смешанный состав. Здесь кидмохер, меринос и полиакрил. Вот в процентном соотношении там сопроводиловка есть, я не помню. Я просто не помню. Вот такой вот шикарный. Мягкий-мягкий. А после стирки, наверное, вообще надо постирать будет. Ну, побольше образец, естественно, надо связать, постирать. потому что если забьёт, все петли надо вязать, может быть, на пятёрке даже. Вот. То есть, вот такой цвет шикарный. Тут основа какая-то чёрненькая и на эту чёрную основу видимо, вот этот чёрненький, тоненький шнурочек, полиамидный шнур и кидмахер. Вот. На неё, на эту ниточку намотан. Вообще, мягчайшая, хорошая такая пряжа. Жалею, что мало заказала, конечно, можно было бы. Там ещё такой выбор этот раз был. Просто шикарный. А может быть, я даже с чем-то ещё соединю. У меня я сейчас довязываю. У меня не так много осталось. Вот. Кардиган очередной. Такой яркий-яркий, где я использую тоже кидмахер. Вот этот. Это одного полия ягодки. Вот они. И может быть, я даже как-то вот это объединю. У меня, наверное, тут сколько граммов? Около 100 грамм, наверное, останется. А этого я взяла у меня тут 400 грамм. Вот. В общем, можно будет что-то придумать. Вот. Такие у меня новости. Потом, что ещё? Я вот сразу и планы свои показываю. Значит, достала ещё вот такую пряжу. У меня вот это 100% шерсть Канди. Так, сейчас скажу, откуда оно. Это тоже Турция. Это тоже пряжа от сестры. Вот. И я хочу тоже вязать из неё носочки. Вот она, кстати, не колючая совершенно. Я решила взять тайм-аут, что называется, и передохнуть от всего, потому что в голове вот что-то какая-то каша, прям как снежный ком. какие-то новости, новости, новости бесконечные. Вот. И получается, что своя голова не работает. Надо заставлять думать себя, надо как бы придумывать что-то своё. Я, конечно, иногда вот мне нравятся какие-то идеи, какие-то вещи, но иногда вот я чувствую, что у меня просто перебор, просто перебор по новостям, по всяким каким-то чужим процессом. Я смотрю, там мне нравится всё, я понимаю, что всё, вот, ну, за всем не угонишься, всё не сделаешь. И, кроме того, домашние дела ж никто не отменял, поэтому сейчас крайне редко смотрю всяких блогеров, вот, крайне редко вообще захожу, стараюсь как можно реже заходить в интернет, вот, во-первых, глаза отдыхают, и времени больше остаётся на свои дела, и потом сейчас у нас погода устанавливается, то дожди были, но всё равно мы гуляли, умудрялись гулять, вот, хочется и погулять, потому что потом вообще будет слякать, вот это вот, зимнее слякать, поэтому сейчас вот максимально надо выходить на улицу гулять и заниматься своими делами, может быть, зимой будет больше времени, конечно, для просмотров различных видео, но сейчас пока решила себя ограничить просто, и глаза отдыхают, и сам отдыхаешь, и мозги начинают работать, вот, и потом, может быть, я вообще веду такой вот мораторий, допустим, два дня в неделю я смотрю что-то, а остальное время я отдыхаю от интернета, не гружу себя никакими новостями, проблемами, новыми какими-то идеями, а работаю над собой, над своими идеями, над своими проектами, вот, по-другому не получается, вот, но у меня вот на сегодня такие, у меня на сегодня такие новости, конечно, это не вязальные, но около вязальные, все, на этом буду заканчивать видео, пока новости к концу, у меня, конечно, есть еще там, что показать по вязанию, я практически уже довязываю второй кардиган, яркий такой, связала носки, я уже говорила, еще не показывала, ну, и все на этом, пока у меня, пока у меня все, вот, все, всем всего хорошего, всем всего доброго, здоровья, благополучия, спасибо девочкам, кто оставляет такие шикарные, добрые, прям, ну, по душе комментарии, с удовольствием читаю, отвечаю, вот, да, еще хотела сказать большое спасибо Галине, за такое, просто вот мне запало в душу, за название, она предложила название этого кардигана, который я показывала в предыдущем видео, она предложила назвать Франсуазе де Бенье, потому что, ну, у меня явно такая французская тема, я сказала, что брала вот, вот эти рукава из исторических фильмов, и она предложила назвать этот кардиган Франсуазе де Бенье, вот так круто, мне вообще так понравилось, вот, поэтому я решила назвать этот кардиган Франсуазе де Бенье, ну, так вот, наверное, буду, сокращенное название Франсуазе, но так, уважительное, Франсуазе де Бенье, в общем, шикарное название, спасибо, Галина, за вашу эрудированность, так приятно, и правда, просто, вот, шикарное название, так, все, на этом я буду прощаться, всем всего хорошего, всем всего доброго еще раз, мира над головой, и до следующего видео.